В рубрике «История болезни» о самом распространённом нарушении зрения. Она называется «близорукость». Сергей, объясните, что происходит с механизмом зрения у близорукого человека? Ну, это можно описать очень просто. Этот человек достаточно хорошо видит вблизи, но очень плохо видит в зоре. То есть все предметы, которые удалены от него, он видит очень размыто и нечётко. Давайте посмотрим на графики, из-за чего так происходит. При близорукости изображения приходится не на определённую область сетчатки, как должно быть, а расположена в плоскости перед ней. Поэтому оно воспринимается нами как нечёткое. Происходит это из-за несоответствия оптической силы глаза и его длины. Но, Михаил, вижу, что вы не очень поняли то, что изображено у нас на графике. Конечно, я же не офтальмолог. И поэтому я предлагаю вам один очень простой пример. Вы помните, как показывают в фильмах начало 20 века, как работали фотографы? Конечно. У них была специальная камера на треноге, и они с помощью вот такой вот системы делали фотографию. Так. И теперь, изменяя фокусное расстояние, вы наводите на резкость. Ага. Мы это видим. Ага. Вот. Опаньки. Прекрасно. Ну, а чтобы стало ещё понятнее, я покажу ещё один пример. Вот, смотрите. У нас здесь есть светодиод, который излучает направленный поток света. Угу. И есть линза, с помощью которой фокусируется этот световой поток. Представьте, что моя ладонь – это сетчатка глаза. В идеале изображение фокусируется точно на сетчатке и представляет собой яркую маленькую точку. В том случае, если длина глазного яблока увеличена, мы видим, что это пятно становится размытым и тусклым. По той причине, что фокусировка происходит чуть ближе к передней поверхности глаза, и на сетчатку уже попадает искажённый световой поток. Причины возникновения близорукости изучены ещё недостаточно, но те научные данные, которые имеются, они позволяют выявить несколько основных факторов риска. Установлено, что если оба родителя имеют близорукость, то вероятность появления её у ребёнка составляет 50%. В то время как если у одного из родителей зрение в норме, то вероятность появления близорукости составляет только 8%. Что, согласитесь, очень большая разница. Перенапряжение глаз, и это очень важный фактор, сюда относятся и чтение длительное, и сидение за компьютером, и чтение в условиях плохого освещения, в транспорте, где есть непрерывная вибрация. Все эти факторы приводят к перенапряжению мышц глаза, и тем самым могут провоцировать возникновение и развитие близорукости. Здравствуйте. Это гимнастика. Ну, на самом деле гимнастика включает в себя ряд упражнений для развития мышц глаза, то есть, ну, в общем, движение глаза по определённой траектории. То есть, ну, в общем, как и все мышцы, чтобы держать их в тонусе, глазные мышцы точно так же растягивающие, хрусталик вот, фокусирующие. Ну, таких упражнений, на самом деле, придумано достаточно большое количество. Ну, это как бы сопутствующие упражнения. И плюс ещё основная, есть такая таблица Норбекова, то есть, ну, как в кабинете у окулиста строчки разной величины. Так. Рабочая строчка у него, так называемая. И в окусе пробегать, просто не напрягаясь глазами, вот эту свою рабочую строчку. И действительно, потихонечку у тебя начинает чётче следующая строчка, более мелкая, так сказать, возникать. И прямо с вами происходило. Да, да, вот ощущение чуда буквально. То есть, вот из ничего, вот просто вот по 30 секунд вот так вводишь глазами, вот. И где-то за неделю, так, за несколько дней за неделю одна диоптрия у тебя. Просто чудеса какие-то. Иван, а вы не против, если мы сейчас, прямо здесь, в студии, попробуем проверить, насколько улучшат ваше зрение? Давайте, давайте. Давайте? Тогда я вас попрошу присесть вот сюда. Прикройте сначала один глаз, потом другой. И мы попытаемся выяснить по таблице, какую же строчку вы видите. Первую строчку видите? Ну да, да, да. Читайте, какая буква? Ш, Б. Ш, Б. Третью строчку сверху? У, М, Б, Ш. Так, шестая строчка? Н, вот это уже сто. Н, Ш, Л, И, К. Прекрасно. Следующая строчка, давайте попробуем. Ш, а, ну я уже по порядку. Ш, И, вот это уже, по-моему, Н. Вы совершенно правы. Б, по-моему, К. Изумительно. Давайте пройдемся по следующей строчке, если у вас получается. Ну, вот уже нет, что-то... Ну, я стараюсь. То есть, получается, что седьмую строчку сверху вы видите. Это, должен сказать, хороший показатель. А скажите, а какую строчку до начала этой гимнастики вы видели? Где-то третью. Третью. Действительно, серьезное улучшение. Но я хотел бы провести небольшую проверку, если позволите. Михаил, давайте развернем доску. Постарайтесь не щурить глаз. И здесь у нас представлены, так называемые, кольца ландольта. И вам нужно сказать, где расположен разрыв в этом кольце. Справа, слева, сверху или снизу? Давайте начнем с первого ряда. Слева, справа. Второй ряд. Справа, снизу, сверху. А, слева, слева. Четвертый ряд. Сверху. Представляете, не щурить глаз. Да, да, да. Это очень важно. Сверху, справа, слева, сверху, слева. Следующий ряд. Вот это уже нет. Нет, вот это уже нет. То есть в данном случае вы с некоторыми ошибками видите четвертую строчку сверху. Почему так? Почему на таблице с буквами вы читаете седьмую строчку сверху, а вот на кольцах вы можете с ошибками уже прочесть только четвертую? Давайте выяснять. Спасибо. Иди к нам, Иван. Класс. Самого не удивляет этот факт? Очень удивляет, потому что я вот такие кольца вот как-то не видел никогда. Действительно как-то вот... А хотите я вам подскажу? Да, да, пожалуйста. У людей очень хорошая зрительная память. А, может за счет силуэта буквы? Буквы, силуэты букв. Вы тренировались на силуэтах букв? А, ну да, да, там буквы. То есть как только задание чуть-чуть изменилось, сразу память дала сбой. Это вынуждает нас сделать еще одно исследование, более точное и стопроцентно верное. Для этого я хочу пригласить нашего эксперта. У нас в студии Игорь Эрикович Азнаурян, врач-офтальмолог, академик Российской Академии Медико-Технических Наук. Руководитель клинического объединения Центров охраны зрения детей и подростков, доктор медицинских наук. Итак, слово вам, Игорь Эрикович. Как мы сможем сейчас обследовать, Иванов? Присаживайтесь туда, пожалуйста. Вот у нас такой нехитрый ручной прибор, который есть, в общем-то, сейчас во многих учреждениях офтальмологических, но не такого свойства, есть стационарные и большие, а мы будем смотреть этим маленьким. У вас еще и астигматизм, там минус 2,75 и минус 1,25 астигматизм у вас был на этом глазу. Вы знали, что у вас астигматизм? Да, да, да. Есть. А здесь у вас вообще 2 диаптрии и 2 диаптрии астигматизма. Вот, так что, вот так вот, дорогой мой, у вас близорукость она есть и как бы никуда не делась. Значит, есть 3 способа. Способ первый – это очковая коррекция, которую вам, на самом деле, постоянно одевать не нужно, только когда вы там ездите на автомобиле или там смотрите кино или пошли в музей. Второй способ – это одеть контактные линзы. И третий способ – сделать вот эту вот косметическую операцию под названием эксимер-лазерная коррекция. Вот и все. Можно вопрос у вас? Вот астигматизм – это принципиально другое? Это врожденное состояние. Да, то есть это не близорукость. Это отдельная тема, она не связана с близорукостью, но это тоже оптический дефект такой, аномалия рефракции, так называемая, аномалия оптики глаза. И здесь мы с вами плавно давайте подойдем к некоторым мифам, которые имеются для лечения близорукости. Всевозможные таблетки, там, я не знаю, там, я вот очень бы хотел об этом сказать громко. Лечение черникой. Вот, слава богу, вот вы прямо просто предугадали. Мы очень мы любим с доктором смеяться об этом. Да. Я вам хочу сказать, люди, дорогие, этот, нет, к сожалению, люди еще не придумали таблетку, которой можно лечить все болезни. Поэтому, если есть близорукость, нужно обращаться к врачу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.